Увидеть два Солнца одновременно посчастливится некоторым жителям планеты. Астрономы предсказывают взрыв на одной из крупнейших звезд Вселенной Бетельгейзе и созвездия Ориона. Светило, находящееся в 640 световых годах от Земли, может взорваться в любой момент. Высока вероятность, что это произойдет уже в этом году. Космическое шоу продлится около шести недель, то есть нас ждет более полутора месяцев белых ночей в определенных участках планеты. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok If I move the camera, this is my Fuji S5200, I not only get the moving image that's caused by my camera, but I also get a second image of a second sun, which appears to be stationary. How about that? Okay, now I've taken my Hi-Def Canon HF10, and I can get the same situation out of it with two suns. Now, simply by looking through two panes of glass. See that? The sun stays stationary, the second sun, and I can darken it and get the same thing. See? It does not move. Now let's prove this. I'll leave the camera on. See that? Moving around anywhere I want. The second sun stays stationary because I'm shooting through two panes of glass. Now, without any further ado, let's just walk outside. Now we're outside. We are away from the panes of glass. Now we don't have two panes of glass. Now we don't have two panes of glass, and we've got one sun. Amazing how things work. Amazing. Amazing. Продолжение следует... 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 Однако уже в начале 80-х, после длительных математических вычислений и построения компьютерных моделей, существование планеты Нибиру было доказано. В 82-м году НАСА допустило существование большой планеты, которой впоследствии было дано название Нибиру. В 2005 году американские астрофизики заявили, что на расстоянии приблизительно в один световой год от Земли располагается огромное космическое тело. Но главное, на огромной скорости оно приближается к нашей планете. Небесное тело настолько темное, что ни оптические телескопы, ни другие приборы не в состоянии его увидеть. Зафиксировать загадочный космический объект ученые смогли лишь два года назад, когда на земную орбиту вышел новый сверхмощный инфракрасный телескоп. То, что увидели астрономы на расшифрованных снимках, сделанных с телескопа, надолго повергло их в шок. В черной пустоте космического пространства четко угадывались очертания огромной планеты. Сомнений уже не оставалось. Это Нибиру. Инфракрасный спутник, который действительно засек объект достаточно больших размеров. И ему удалось этот объект не только засечь, но и как-то зафиксировать, сфотографировать. После изучения параметров и траектории движения гигантской планеты, ученые пришли к неутешительному выводу. Нибиру больше Земли в пять раз. Но самое страшное, через три года она может пролететь в нескольких сотнях километров от Земли. Находясь так близко к нашей планете, она запросто сможет сорвать с нее атмосферу. Ученые выяснили, что однажды Нибиру уже погубила другую планету. Оказалось, что 16 миллионов лет назад в нашей Солнечной системе существовала планета Фаэтон. Она располагалась между Марсом и Юпитером. Теперь на ее месте пояс астероидов. Ученые считают, этот пояс не что иное, как осколки древней планеты. По словам астрофизиков, скорее всего, Нибиру столкнулась с Фаэтоном, когда она в очередной раз проходила через Солнечную систему. После такого удара планета разлетелась на куски. По словам ученых, правительство просто скрывает от человечества правду, чтобы не вызывать панику. Представители всех военных разведок мира эту информацию о том, что Нибиру может принести значительный ущерб, урон, разрушение и даже гибель жителей Земли имеют. А не разглашается эта информация и не становится достоянием общественности только лишь потому, что НАСА и все эти структуры хотят спасти достойных представителей Земли. Спасти всех они... КОНЕР ПОТИЧЕСКАЯ МУЗЫКА КОНЕР КОНЕР Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok